Да, пожалуй, начинаем наше заседание, посвященное докладу по теме докторской диссертации Зорина Александра Валерьевича на тему символно-численная реализация модели квантовых измерений водородоподобных атомов. Прошу вас, пожалуйста. Спасибо, коллеги. Долго разбирал файлы всякие, которые нужно подключить. Значит, сразу же, наверное, извинюсь за то, что еще, наверное, не в том виде окончательно презентация результата вся сделана. Это пока что некий файл, который ляжет в основу настоящей уже такой подлинной презентации, которая будет. Но, тем не менее, все равно он является, может быть, какой-то основой для обсуждения. Я надеюсь, что виден, видно, так сказать, текст. Пока что, по крайней мере, буду идти по текстовому файлу, не по файлу презентации. Итак, диссертация называется «Символно-численная реализация модели квантовых измерений водородоподобных атомов». Ну и сначала о чем идет речь. Значит, чуть-чуть о том, что такое модель квантовых измерений. Ну и уже ближе к завершению, это символичичная реализация этой модели. Итак, существует всем хорошо известная общепринятая квантовая механика. В диссертации рассматривается математическая модель квантовой механики Курышкина. Квантовая механика Курышкина выросла из потребностей разобраться с предельным переходом к общепринятой квантовой механике по параметру H, который, если он является, так сказать, это переход корректным, то тогда КМК переходит в обычную классическую статистическую механику. Ну, долгое время на протяжении 20 века предпринимались попытки обосновать этот переход. В конечном итоге была поставлена задача о том, существует ли в общепринятой квантовой механике квантовая функция, неотрицательная квантовая функция распределения, то есть функция распределения, которую можно было бы трактовать как плотность вероятности. Был дан на этот вопрос отрицательный ответ, после чего в работах Курышкина был поставлен вопрос несколько иначе, а можно ли как-то модифицировать сам математический формализм квантовой механики, чтобы ответ на этот вопрос был положительным. Оказалось, что это можно сделать, что возможно так модифицировать некие основные постулаты квантовой механики, чтобы в этой квантовой механике существовала неотрицательная квантовая функция распределения. Ну и вот, собственно, вот эта квантовая механика Курышкина, там где существуют неотрицательные квантовые функции распределения, и берется за основу рассмотрения в данной диссертации. Да, те, так сказать, определенные положительные свойства, которые заложены в этой квантовой механике, достигаются путем существенных усложнений вычислительного аппарата, математического аппарата, структуры операторов. И естественно, что работать в такой модели, в такой механике существенно сложнее, и поэтому вычислительные методы, собственно, и были выбраны для того, чтобы каким-то образом научиться работать в этой модели квантовой механики. В ходе решения задач, которые были поставлены, выяснилось, что модель Курышкина, вернее, квантовая механика Курышкина, на самом деле, он является не единственным автором, который разрабатывал подобные конструкции. Существует целый ряд направлений, где исследователи тоже предлагали очень похожие модели, очень похожие математические конструкции. В ходе решения была выявлена связь квантовой механики Курышкина с теорией квантовых измерений, и поэтому слово «квантовое измерение» появилось в названии «диссертация». То есть мы будем рассматривать модель Курышкина как один из вариантов реализации модели квантовых измерений. Модель квантовых измерений будет рассматриваться в приложении к водородоподобным атомам, почему к водородоподобным? Ну, потому что все мы хорошо знаем, что у нас существует точно решаемая задача Кеплера в квантовой механике, у нас есть точное решение, и, конечно, хорошо бы, когда ведется исследование, видеть какие-то берега, всегда можно было бы сделать мостик к стандартным каким-то вариантам, найти стандартные варианты, увидеть, насколько мы отошли от каких-то стандартных вариантов. С другой стороны, для задач на связанное состояние, на самом деле, существует значительное количество эмпирических данных, которые тоже существенно облегчают исследование в этом вопросе. Ну вот, примерно такое предисловие о том, почему же это была, так сказать, выбрана такая тематика. Ну, а теперь чуть подробнее уже о том, что представляет из себя математические формалины квантовой механики среди отрицательной квантовой функции распределения. В работах Курочкина было показано, что операторы квантовой механики определяются с точностью до некоторого набора квадратично интегрируемых по Q функции конфигурационного пространства, некие произвольные функции фиката. Этих функций фиката может быть, это может быть счетный набор функций фиката, они должны быть квадратично интегрируемы и нормированы условием нормировки. Это очень важно. Естественно, что в силу квадратичной интегрируемости функции допускает преобразование Фурье. В качестве аж может быть любая константа размерности действия. Несложными вычислениями, так сказать, показывается, что для получения удовлетворительного согласия с наблюдаемыми эта константа представляет собой просто кван действия. Нужно выбрать эту константу в виде хорошо известной константа h. Дальше мы из этих функций Фурье образа и самой функции строим некую конструкцию, фазовую функцию пространства времени φ, которая строится определенным образом из этих функций, произвольных, которые вводятся в теорию. И тогда выясняется, что правила построения операторов квантовой механики с наотрицательной КФР можно сформулировать следующим образом, что каждой классической функции соответствует линейный оператор, действие которой на произвольную допускающую Фурье прообразование функции пространства определяется равенством. То есть сама функция трансформируется в некий оператор от этой функции и действие на произвольную функцию пространства в пространстве состояния определяется вот таким вот равенством. Прошу прощения, у меня тут немножечко сбита нумерация ссылок, потому что чуть-чуть переставляли фрагменты файла, поэтому прошу не обращать внимания на то, что мы начинаем ни с единицы, ни с нуля. Можно убедиться в том, что основные формулы расчета средних, я чуть ниже сразу же их покажу, это обычные формулы расчета средних с использованием операторов и расчет средний с использованием квантовой функции распределения. Вот эти функции будут совместны, и можно использовать и ту, и другую функцию, что эти функции будут эквивалентны, при этом соотношение функции φ от ψ, вот такая сумма, сумма пока на самом деле здесь индекс пропал, она заведомо, как вы видите, положительно определена, вот эта функция и является той самой квантовой функцией распределения, которая позволяет рассчитывать квантовые средние по правилам статистической механики. Вот я как бы вот это утверждение здесь чуть ниже показываю. Значит, что важно в этой механике, в этой механике Курышкина, фундаментальным вопросом любой вероятностной теории играет степень неопределенности значений количественной меры, степень этой неопределенности служит дисперсия. Ну вот это хорошо известное определение понятия дисперсия. Естественно, что неотрицательность дисперсии гарантирована существованием неотрицательной КФР, с этим все хорошо, ну а в качестве, значит, возникает некая задача для поиска состояний с минимальными значениями дисперсии. То есть те значения, в которых значение наблюдаемое определено максимально точным. Для этого мы получаем уравнение из соотношения выше написанного, получаем уравнение, где видно, что числовые величины совпадают со средним значением и дисперсией, и в том случае, когда дисперсия равна нулю, решениями этого уравнения являются все решения задачи на собственное значение, на собственные векторы собственное значение операторов. То есть мы получаем собственные функции оператора у АТА. И в этом случае значение А определено точно, дисперсии нет, все хорошо, так и происходит в той квантовой механике, с которой мы привыкли иметь дело. А вот в квантовой механике с неотрицательной КФР в общем случае дисперсия не равна нулю, и уравнение на собственные значения и то уравнение на дисперсию, которое было приведено, определяет принципиально различные состояния. Значит, если мы определим собственные значения уравнения более сложного, то можно утверждать, что для любого состояния точность определения даже одной взятой физической величины не ограничена. То есть мы не можем прийти к измерению даже одной величины. Обычно мы привыкли к тому, что мы не можем совместно в одном эксперименте определить точно значение координаты импульса. Здесь даже отдельно взятая физическая величина не может быть определена с нулевой дисперсией. Это приводит к обобщению понятия соотношения определенности для двух физических величин, которое становится более сложным, и понятно, что оно не сводится даже для коммутирующих величин, не сводится к нулевому значению. Поэтому то обстоятельство, что точность определения даже одной физической величины не равна нулю, является фундаментальным признаком, который отличает эту квантовую механику Куришкина от общепринятой квантовой механики. Вуткевич рассматривал пример измерения координаты импульса движущейся заряженной частицы с помощью фильтрующего лазерного импульса и получил следующий результат. Он говорил о том, что функция распределения измеренных значений наблюдаемого квантового объекта, которая находилась в состоянии ПСИ-1 с функцией распределения Вигнера в ПСИ-1 с помощью квантового детектора до процедуры измерения в состоянии ПСИ-2 равняется свертке этих функций Вигнера, двух функций Вигнера. Вот этот результат, который был получен Вуткевичем. И если мы рассматриваем место чистых состояний матрицы плотности, то это соотношение также может быть записано примерно в таком же виде. Ну и, собственно, в конкретной реализации Вуткевич назвал его операциональным координатно-импульсным распределением вероятности. Ему соответствуют вот соответствующие правила квантования, которые просто текстуально совпадают с теми значениями, явный вид которой был опубликован Курышкиным. Дориан с авторами также рассматривал стандартную теорию квантовых измерений в координатно-импульсном представлении для обоснования операционного подхода к определению квантовой фазы. То есть тогда, когда он изучал квантовую фазу, он также получил похожие соотношения. Ну и, значит, общий, как бы, вывод следующий, что правило построения псевдодифференциальных операторов, наблюдаемых в этой квантовой механике, связано с квантовой функцией распределения F от ПСИ. Плотность вероятности оборужения объекта задается сверткой квадрата модуля волновой функции с маргинальными функциями распределения, координатной и импульсной соответственно. Ну вот, видно, что исследователи, двигаясь, исходя из разных каких-то представлений, из разных исходных точек, приходили примерно к одним и тем же выводам, к одним и тем же соотношениям. Таким образом, существует целый спектр теорий, которые претендуют на то, чтобы называться квантовой механикой, которая имеет дело с квантовыми, с процедурой квантовых измерений. На самом деле исследователей гораздо больше, и теорий этих гораздо больше. Но что отличает квантовую механику Курышкина, она построена наиболее конструктивным образом, что позволяет наиболее эффективно применять в этой модели вычислительные методы. Вот это самое, как бы, ее достоинство, которое позволяет нам отталкиваться именно от этой модели. В качестве вывода, что теория квантовых измерений изучает взаимодействие квантового объекта с квантовым измерительным инструментом, который включает в себя квантовый фильтр, квантовый детектор и нелинейное преобразование квантовых измерений в крупногабаритные микроскопические измерения. Значит, таким образом, теория квантовых измерений, когда мы говорим о квантовых измерениях, то речь всегда идет о взаимодействии объекта с измерительным прибором. Все, как бы, подчеркивают, что да, в квантовой теории нельзя исключить влияние вот этого взаимодействия объекта с квантовой теорией. Вопрос о том, как это все описать. Итак, изолированный классический объект описывается конфигурационным n-мерным пространством, фазовым пространством 2n-мерной, классической функцией Гамильтона, ну и еще n-1 интеграловым движением. И, соответственно, классом, находящихся в инволюции, Саш, и классом вещественных функций классических наблюдаемых. Квантовый объект описывается оснащенным Гильбертовым пространством состояний или матриц плотности, если речь идет о смешанных состояниях, алгеброй Ли-Йордановых квантовых наблюдаемых, полученных из классических наблюданий с помощью процедуры квантования. Самый сопряженный оператор ОООД, безотносительно к самой процедуры, допускает ортонормированное разложение единицы, согласованной со структурой, оснащенной Гильбертовым пространством, и среднее значение наблюдаемых в состояниях РООО, которое вычисляется по известной формуле. Теория Мехта-Коина-Курышкина утверждает взаимно однозначное соответствие между правилом квантования и квантовой функцией распределения. Выяснилось, что правила построения операторов и самая процедура квантования находятся в неразрывной связи. Вот это та основная формула, которая определяет способы исчисления средних значений наблюдаемых. Известно, что квантовые функции распределения исследовались достаточно давно, и первая из них исторически квантовая функция Вигнера, которая лежит в основе операциональной модели квантовых измерений, она соответствует правилу квантования Вейля и получение средних значений от операторов с использованием квантовой функции распределения Вигнера определяется достаточно просто. В качестве квантовой функции распределения используется функция Вигнера. Явный вид функции Вигнера приведен здесь же. Правило действия оператора, полученных с помощью функции Вигнера на функции пространства состояния, определяется вот таким соотношением, где k – это ядро некого интегрального оператора, псевдодиферциального оператора. Если говорить более общо, то квантование веялия сопоставляет обобщенные функции А из пространства Шварца линейный и непрерывный оператор, определяемый полуторалинейной формой на пространстве состояния, φ и ψ. Операциональный КФР квантового объекта, измеренный с помощью квантового фильтра, задается примерно следующим образом. Пусть до процедуры измерения объект находился в состоянии ρ1, а квантовый фильтр – в состоянии ρ2. Тогда распределение измеренных значений наблюдаемой составной системы объект плюс фильтр задается квантовой функцией распределения, которая является сверткой функции распределения, полученной по состоянию ρ2 и ρ1. Таким образом, среднее значение определяется с помощью этой квантовой функции распределения. В серии публикации было показано, что свертка двух квантовых функций распределения является положительной определенной функцией распределения вероятности. Ну и это как раз легло в основу того, что модель, которую разрабатывал Курышкин, оказалась жизнеспособной, и мы получили положительной определенной квантовой функции распределения. Подводя итог, мы говорим следующее, что составная система, которую мы изучаем, а мы изучаем открытую систему, объект плюс фильтр, действует не просто в пространстве состояния, а это пространство состояния, пространство самой квантовой системы и состояние фильтра, с помощью которых мы проводим измерения. Поэтому до процедуры измерения состояние, состояние системы задается операторами, являющимися составными в пространстве ρ1 на ρ2. Ну и среднее значение наблюдаемой, которое мы имеем, это есть в конечном итоге след от действия оператора на функцию распределения ρ1 в пространстве ρ1. С другой стороны, среднее значение наблюдаемой определяется ниже приведенными соотношениями. Таким образом, в диссертации доказывается следующая теорема, которая, вообще говоря, является достаточно важной, что правило квантования Курушкина-Вуткеневича сопоставляет обобщенные функции из составного пространства, линейный непрерывный оператор вида А, оператор построенный, так называемый измеренный оператор от наблюдаемой ОА, который является оператором Вейля, построенный от свертки наблюдаемой А, и функции распределения Вигнера в пространстве измерительного прибора. Доказательство полное приведено в тексте диссертации, ну, здесь же так воспроизведены основные ступени этого доказательства. Как видно, сама модель Курушкина остается недоопределенной, получается, что у нас есть некий набор функций, и, естественно, что когда мы переходим к каким-то конкретным практическим вычислениям, первый вопрос возникает о том, а где взять эти функции. Да, к сожалению, функции состояния квантового фильтра, не очень понятно, как ее определить, не очень понятно, что с ней сделать, поэтому и будут, собственно, использованы некие методы, вычлительные методы для того, чтобы как-то справиться с этим вопросом. Значит, в квантовой модели Курушкина-Уткевича оператор от Наблюдаевы – это оператор, который построен на вспомогательных функциях фикатая, должен быть индекс чуть пониже. Значит, вот этот оператор задается с помощью набора функций фикатая, и действие его на функции состояния определяется соответствующими соотношениями, которые здесь приведены. Об этом я уже говорил выше, что здесь используется производящая функция, которая построена на вспомогательных функциях фикатая. Ядро этого интегрального преобразования является 3-н-кратным интегралом от известных заданных функций по переменным P, C и ETA. Можно из известной функции фи, имея это ядро, построить два маргинальных распределения, проинтегрировав их, соответственно, по импульсам и по координатам. Эти распределения сильно помогают нам в случае, когда мы имеем дело с оператором, который представляет собой разделенную функцию, когда у нас есть одна часть, это просто функция от P, другая функция от Q. Это сильно облегчает дело, когда мы встречаемся с такого рода операторами. Это позволяет редуцировать 3-н-кратные интегралы просто к n-кратным интегралам. Ну и аналогично оператору от... Если мы имеем дело с функцией не только от координата, а только от импульса, мы можем представить это в более упрощенном варианте. Можно в более общем виде показать, что любую матрицу плотности можно представить в виде суммы проекторов заданного счетного базиса в Гильбертовом пространстве. При этом сумма коэффициентов у нас должна быть равна единице в силу условий нормировки. И для фиксированного, но при этом произвольного счетного базиса матрицы плотности может быть сколь угодно точно приближаться в ядерной следовой норме конечными отрезками суммы. Ну вот это обстоятельство отражено в этой формуле, где вот эта вот норма, некая специальная, специальная вида норма определяется известным образом. Из абсолютной сходимости ряда коэффициентов следует его квадратичная сходимость, а из квадратичной сходимости ряда, из оценок представленных работ, следует сходимость по норме операторов, измеренных операторов переменных, наблюдаемых величин ОАТ, к оператору О, измеренному оператору от самой физической наблюдаемой. Поэтому для приближенного аналитического построения оператора к исследованию наблюдаемой нужно построить вот эти вот операторы О, фикаты от А для некоторого фиксированного базиса. Естественно, возникает вопрос о том, каким образом следует выбрать этот базис. Что далее делается в диссертации? Мы в качестве примера, в качестве такого, что ли, задачи, на которой мы обкатываем все наши процедуры, мы рассматриваем задачу Кеплера с функцией Гамильтона, с известной функцией Гамильтона. В том случае, когда система является изолированной, проквантованной по велю, наблюдаемый оператор имеет хорошо известный вид, в том случае, когда к ней применяется процедура измерения с квантовым фильтром в некотором состоянии РО2, оператор наблюдаемый имеет вот такой более сложный вид, где, так сказать, приведены явные значения функции Виннера. Для исследований измеренных и наблюдаемых величины атомов водорода более в дальнейших исследованиях и атомов щелочных металлов с одним валентом электронов в качестве базисных функций для моделирования были выбраны штурмовские функции атомов водорода. Выбраны они были, исходя из соображений того, чтобы можно было наиболее простым образом строить модели, для того, чтобы получать наиболее простые выражения. Но потребовалось какое-то время, чтобы найти оптимальный базис, в котором вычисления получаются наиболее эффективными. Значит, строим оператор кинетической энергии. Он не зависит от координат. Мы сводим девятикратный интеграл к трехкратному интегралу. Он выглядит достаточно просто. В операторе потенциальной энергии функция не зависит от импульсов, поэтому девятикратный интеграл трансформируется к трехкратному интегралу. Ну и здесь у нас появляется выражение модуль суммы двух векторов R и X. Вот это выражение представляет определенный интерес. Значит, для вычисления интеграла мы воспользуемся следующим разложением, где этот множитель представляется в виде разложения по сферическим гармоникам. Вот. И выражение суммы векторов, выражение разностью векторов. Ну и использование этого разложения приводит к тому, что наш оператор потенциальной энергии представляется в виде двух сумм. Одна сумма бесконечная по L до бесконечности, вторая сумма по M от минус L до L. Возникают сферические гармоники. И произведение сферических гармоников мы преобразовываем по формуле, где с использованием известных коэффициентов. Вот. И произведение двухсферических функций, возникающих трехсферических функций и так далее. В силу того, что в бесконечной сумме присутствует конечное число ненулевых членов, за счет того, что присутствует... При интегрировании по угловым переменам, благодаря отрагональности сферических функций, выделяется только отдельные комбинации индексов, дающие ненулевые вклады. После этого вычисляются интегралы по R2. Эти интегралы разбиваются на два интеграла от нуля до модуля R1 и от модуля R1 до бесконечности. Интегрирование можно эффективно произвести. Причем мы использовали символьное интегрирование. В результате получили следующие результаты для первых пяти штурмовских функций, которые мы использовали при моделировании потенциала. Ну вот, чуть-чуть не хватает мне места для того, чтобы это все было... Я, может быть, сделаю поменьше. Ну вот так, чтобы они были все видны. Да, значит, как видите, все построенные операторы выражаются в виде элементарных функций. Присутствует основной член, который есть, и некая дальше добавка, которая зависит уже от параметров модели. Начиная с третьего оператора, присутствует характерный дипольный член, который зависит от косинуса тета в сирических координатах. Он присутствует также и в четвертом, в пятом операторе. Мы намеренно выбрали пять первых штурмовских функций для того, чтобы попытаться почувствовать, ну, анизотропию, да, чтобы мы увидели, какое влияние, какое воздействие оказывает увеличение количества самих функций. Как видите, первые две штурмовские функции дают чисто радиально-симметричные вклады. Поэтому была в качестве модели выбрана такая структура, когда мы используем первые пять функций. Ну, если наращивать количество функций, то наверняка там со временем появятся более сложные члены. Но есть уверенность в том, что интегрирование удастся довести до результата в элементарных функциях. Ну, а то, что, возможно, появится и зависимость не только от тета, но и от фи, ну, значит, может и появиться. Оператор кинетической энергии имеет более простую форму. Они здесь приведены тут же. Ну, и в общем виде тогда можно записать вот ту модель, которую мы использовали. Это операторы кинетической энергии, операторы потенциальной энергии. Ну, и некие пять первых функций мы использовали для того, чтобы построить эту модель. Вопрос такой, ну, а можно ли, вообще говоря, ограничиться только пятью моделями, да? Ну, для этого было, вернее, пятью членами первыми, да? Достаточно это, недостаточно, что с этим вообще делать? Для этого мы провели некое теоретическое использование той модели водородного подобного атома и постарались понять, какие же, так сказать, изменения в саму структуру оператора Гамильтона вносят те поправки, которые были получены. Вот в этих работах были получены следующие результаты, что оператор, тот, который мы построили, самосопряженно ограничен снизу. Собственные значения лямбда-житые принадлежат интервалу от С минус один до С. На полуоси лямбда меньше С нет непрерывных частей спектра. Ну, и непрерывный спектр оператора образует полупрямую от С до бесконечность и является простым или однократным. Действия оператора... Для этого рассмотрим основные инструменты, которые нам нужны. Что если действие оператора H0 задано вот такой формулой, что соответствует только оператору кинетической энергии, и тогда H у нас будет самосопряженным оператором, а наш оператор будем рассматривать некую поправку к этому оператору, умноженному на... Где оператор V есть умножение на вещественную функцию, которая зависит только от координаты. Существует теорема, где говорится о том, что если потенциал может быть записан в виде суммы двух вещественных, из которых одна непрерывно ограничена, а другая принадлежит L2 от R3, тогда оператор определяем соответствующими формами, самосопряженно ограничен снизу. Ну, вот опираясь на эти теоремы, собственно, мы и пришли к тому, что оператор Гамильтона-водородоподобного атома имеет сходный вид, сходную структуру, и функция VR удовлетворяет условиям второй теоремы Като, поэтому, собственно, и сделали те выводы, которые были показаны выше. Собственно, мы опирались, на самом деле, на сходные теоремы, которые были доказаны для других аддитивных возмещений операторов. Мы модифицировали эти доказательства, ну, и, собственно, доказали то, что дискретный и существенный спектр операторов отделены друг от друга, что они не перемешиваются. Это очень важное обстоятельство, которое позволяет нам с уверенностью, на самом деле, использовать численные методы и быть уверенным, что определенные отдельные точки спектра, они, да, смещаются по сравнению со стандартными какими-то, со стандартной моделью, но при этом не происходит их перемешивания. Это очень важное обстоятельство. Ну, и... Чуть дальше, чуть побыстрее пойду. Еще раз свод... Еще раз свод результатов, которые были получены, что операторы, измеренные операторы Гамильтона в модели Курышкина являются ограниченными снизу, существенно самосопряженными, операторы являются аж-компактными, ограниченными на бесконечности. Штурмовские функции псикаты оператора аж образуют почти ортогональную относительно измеренного оператора Гамильтона полную систему функций. Ну, и спектр оператора, измеренного оператора Гамильтона стоит из десятилетной и существенной прерывной части. Это я уже говорил. Важное утверждение, что матрица Ридса, оператор измеренного оператора Гамильтона со штурмовскими функциями оператора аж в качестве координатных функций является хорошо обусловленной при любой размерности N в числе координатных функций. И собственные значения матрицы РИЦА образует монотонную последовательность, сходящую к собственным значениям оператора, измеренного оператора Гамильтона. И собственные векторы матрицы РИЦА образуют минимизирующую последовательность функционала РИЦА для отношения релея в принципе минимакса. Это позволяет, это является тем базисом, на основании которого мы можем организовывать численные решения поставленных задач. Здесь в качестве координатных функций мы используем штурмовские функции. Явный вид штурмовской функции приведен здесь. Но и в силу неортогональности используемой системы координатных функций, мы решаем обобщенную задачу на собственные значения, поскольку штурмовские функции сами по себе неортогональны, поэтому решается обобщенная задача. Ну и вот явный вид матрицы РИЦА, которую мы используем для решения задач. Это построенный оператор Гамильтона. Суммирование G ведется от 1 до 5. Ну а координатные функции это также штурмовские функции, которые мы выбираем для построения матрицы РИЦА. Ну вот некоторые такие изучения на самом деле числа обусловленности построенных матриц при увеличении размерности матриц. Мы не ставили задачу проверить это исполнение для очень больших размерностей, но тренд приближения логарифмической линии показывает, что явно наблюдается, все-таки не наблюдается роста числа обусловленности, что дает надежду на устойчивое восстановление собственных значений. Ну и после этого мы строим явный вид операторов, измеренных наблюдаемых, суммируя по тем функциям, которые мы выбрали в качестве модельных. Делается это с помощью символьных вычислений пакета QDF, который был создан в ходе работ, который реализован в системе компьютерной алгебры MAPL. так, значит, чуть-чуть буду ускоряться, поскольку времени осталось не очень много. об этом уже говорил. Да, значит, мы решали обобщенные задачи на собственные значения. Матрицы лица строили по координатной, где в качестве координатных функций выбирали штормовские функции. И вот это явный вид матрицы лица. Значит, что у нас получилось в итоге? В итоге получилась некая матрица, которая зависит от набора параметров. Значит, эти параметры могут быть использованы для нахождения спектра, который наилучшим образом соответствует экспериментальным данным. Расчеты проводились с использованием матрицы лица размерности 55. Это соответствует первым пяти главным квантовым числам. Что делалось дальше? Мы привязывали полученные значения, ну и, если говорить об счет, то полученные значения в ходе одного приближения мы использовали для нахождения значений другого спектрального терма. Ну, для того, чтобы не делать это каким-то, так сказать, последовательным образом, на самом деле использовалась специальная функция квадратичной невязки следующего вида. мы получали спектральные характеристики, сравнивали их с экспериментально наблюдальными, делали вот эту функцию квадратичной невязки и минимизировали ее для первых энергетических, для нижних энергетических уровней одновременно. то есть фактически мы проверяли насколько эти наши модели взаимно увязаны и она позволяет вычислив какие-то характеристики для одного уровня с помощью этих же параметров модели получить с достаточной степенью точности спектральные характеристики другого следующего терма. Для спектра водорода удалось получить первые 30 значений спектра, причем главным параметром оказалось значение Е0, масштабный фактор, который определяет на самом деле величину размазки, которую мы вносим, то есть это масштаб, так сказать, вот этой свертки, которую мы делаем. Остальные коэффициенты были близки к нулю, обращались в ноль. Это в принципе ожидаемый результат, мы прекрасно знаем, что для атома водорода существует точное решение, которое хорошо описывается и без применения специальных каких-то методов, которые бы говорили о взаимодействии с измерительным прибором, и это все проверяется с высокой степенью точности, поэтому ничего удивительного в том, что для атома водорода мы получили соответствующее значение не было. А вот в том, что касается атомов щелочных металлов, то когда мы стали решать похожие подобные задачи, выяснилось, что на самом деле модель щелочного атома представлялась как некий остов с эффективным зарядом эффективной массы, вокруг которого, так сказать, в поле которого находится валентный электрон, и на самом деле обычно эта задача решается методом самосогласованного поля, заменяя движение электрона на движение в некотором эффективном поле, уравнения становятся более сложными, таким образом оказалось, что при решении задачи невозможно построить единый эффективный потенциал, способный описать уровни энергии для различных квантовых чисел. То есть это происходит из-за того, что только часть какой-то своей времени жизни электрон проводит на каких-то верхних уровнях и характер взаимодействия с остовом конечно радикально отличается от того, что происходит для водородоподобного атома. Ну и потенциал водородоподобного атома таким же образом мы моделировали примерно таким же способом, точно так же примерно решали вопрос о интегрировании и полученный в итоге потенциал он имеет вид мультипольного разложения, который содержит четные порядки. Вот применяя к атому водорода к водородоподобным и щелочным металлом да значит матрица рийца которую построили вычислялась с помощью пакета QDF который был сконструирован в ходе работ является очень сильно разреженной матрицей в случае матриц размера 30 на 30 порядка 800 элементов равны нулю и является почти диагональной матрицы все матрицы рийца были получены в явном виде в виде элементарных функций элементы этих матриц выражались в виде элементарных функций в результате мы далее делали фитирование вычисленного спектра к экспериментально наблюдаемому строили похожую целевую функцию и в качестве экспериментальных спектров с которым сравнивали брали спектры лития и натрия из соответствующих хорошо известных работ для размерности матриц 55 на 55 моделировались пять экспериментальных спектральных линий ну и для размерности 30 на 30 моделировались экспериментальные данные с фиксированным значением результаты результаты приведены в ниже переведенной таблице это экспериментальные параметры для атома лития то есть были вычислены оптимальные значения при которых невязка является минимальной само значение невязки как вы видите здесь достаточно невелико то есть тем самым продемонстрировали что модель жизнеспособна имеет право на существование и с помощью нее мы можем вообще-то говоря получать определенные параметры модели которые можем использовать в дальнейших своих работах и учислениях для атома натрия таблица приведена ниже точно так же были получены определенные значения параметров вспомогательная функция близка к нулю то есть с хорошей степенью точности удалось привязать но правда нужно понимать что это удалось сделать не для всего спектра а только для отдельных фрагментов спектра и как только мы начинаем увеличивать конечно значение этой целевой функции становится хуже ну и может быть после того как мы получили спектральные характеристики были посчитаны переходные вероятности с помощью полученных формул ну и для атома водорода в частности для перехода было достаточно неплохое получено значение для вероятности перехода которое находится в хорошем согласии с экспериментальными данными несколько слов о программе QDF которая была создана которую мы использовали при расчетах это пакет программ написан на языке MAPL он состоит из девяти этапов первый этап это расчет необходимых функций которые нужно сделать дальше расчет оператора потенциальной энергии расчет операторов кинетической энергии расчеты матриц лица генерации кодов матриц лица для последующего использования других программах дальше считаем спектр оператора гамильтона седьмой этап это оптимизация когда мы подбираем параметры модели так чтобы одновременно все энергетические характеристики удовлетворялись ну и заключительный этап это оптимизация для щелочных металлов вот структура этого пакета нет возможности его весь представить более подробно диссертацию он кстати есть значит это то что считается сначала готовятся все необходимые функции произведения их дополнительные вспомогательные функции фурье преобразования дальше считается оператор потенциальной энергии кинетической энергии и оператор полной энергии считается вспомогательные матрицы которые нужны для решения обобщенной задачи считается матриц и рица ну и решается уже обобщенная задача на собственное значение собственные векторы Полученные значения, получается значение спектральной характеристики, они сравниваются с экспериментальными, строятся штрафные функции, ну и дальше проводится процедура минимизации, которая дает нам оптимальные параметры для решения задачи. Ну вот более подробно, как реализованы эти функции, чуть более подробная схема, как мы делаем кулоновские радиальные функции, что мы делаем со сферическими гармониками, считаем штурмовские функции, нормированные, вспомогательные функции, функции бета, используются специальные блоки для расчета коэффициентов Клепши-Гордона, для произведения сферических функций. Матричные коэффициенты с использованием наработанных вот этих вот заранее функций мы считаем оператор потенциальной энергии и с помощью вспомогательных штурмовских функций считаем координатные функции РИЦ и комплексно сопряженные функции. Их мы вкладываем в оператор кинетической энергии. В результате получаем, так сказать, ну еще нам нужен единичный оператор, получаем матрицы скалярных произведений координатных функций, записываем все это в специальный файл. Читаем данные из этих файлов, строим матрицу РИЦ и решаем задачи на собственное значение. После этого вычисляем спектр, строим квадратичную невязку и оптимизируем до тех пор, пока не получим соответствующее значение с удовлетворительным уровнем невязки. Ну и далее полученные значения уже используются для вычисления переходных вероятностей. Вот так в целом работает эта программа. Такое описание этой программы, более подробное описание программы есть в самом тексте диссертации. Подводя какие-то итоги, я хотел бы сказать, что мы, конечно же, не ставили перед собой задачу решения каких-то, так сказать, конкретных проблем с высокой степенью точности, поэтому и размерности матрицы не слишком велики. Главная задача, которая ставилась, это показать жизнеспособность этой схемы, показать жизнеспособность модели Курышкина, где, несмотря на отсутствие каких-то прямых указаний на явный вид вспомогательных функций, которые были построены в этой модели, тем не менее удалось показать, что вычислительные методы позволяют эффективно подойти к решению этих задач, и даже не зная, не имея каких-то конструктивных представлений о том, как же следует использовать эти вспомогательные функции, мы можем получать разумные осмысленные результаты и использовать эту модель для каких-то осмысленных вычислений, потому что до этого момента, конечно, эта модель была интересной, привлекательной, заманчивой, но каждый раз, когда вставал вопрос, ну а теперь попробуйте что-нибудь посчитать, ну в этот момент все говорили, ну а где же взять эти самые, так сказать, функции, да, и да, значит, модель оставалась только красивой, такой вот теоретическим таким красивым построением. Теперь же мы получили возможность уже применять ее для конкретных расчетов и извлекать конкретные результаты из вот этой вот экзотической, но очень интересной теории. Спасибо. Спасибо. А есть ли вопросы? Да, я хотел бы просто уточнить, ну во-первых, есть масса опечаток вот в этом докладе, например, формула 19, там и дальше. Да, Юрий Петрович, есть такие вещи, не удалось все вычитать, я уже так подробно на них не останавливался, потому что, ну так называть их вроде не очень удобно, да, ну да, нам нужно там почистить кое-что. Нет, это не очень корректно, потому что когда вы демонстрируете формулу, ну там, например, вот для щелочных атомов, там гамильтонян просто ошибочно написан, поэтому надо исправлять, такие вещи нельзя показывать. На формулу 19, например, там оператор, оператор, как он называется у вас, квантовые вероятности, что ли, обычные, Курыцкин называл, значит, там интеграл ПКУ-штрих должен быть, а вы просто написали ПКУ и ПКСИ и так далее. Штрих пропущен. А, штрих. Интеграл не ПКУ, а ПКУ-штрих должен. Штрих, да, конечно же ПКУ-штрих, да. Ну вот. ПКСИ, интеграл ПКСИ, 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 ПКСИ и ПКСИ. Нет, это правильно. ПКУ-штрих, да, конечно же ПКСИ. Не ПКУ, а ПКУ-штрих, конечно. Ну просто надо четко как-то выписывать, а то люди будут считать формулы и понимать, что вы пишете. Вот. Но то же самое вот Гамильтинян у вас для щелочных металлов, я не помню, там какая страница, 25, 26, что-то вот так. Некорректный просто написан. Размерность даже не... Сейчас, сейчас посмотрю, да, посмотрю. Найдете страницу 25, 26 где-то вот так. 25 вижу, Гамильтинян. Там, где Гамильтинян, там написана вторая производная, деленная на радиус. А должен быть еще множитель R. Он пропущен. Проверю, Юрий Петрович, проверю. Это известная замена переменных, там, R, C, умножить R, C на новую функцию. И тогда и радиус уходит. А вы его оставили. А радиуса нет, поэтому непонятно, куда он уйдет. Ну, естественно, размерность не проходит. Сейчас проверю, Юрий Петрович, посмотрю. Ну, это, естественно, надо исправлять такие явные ошибки. Вот, а у меня еще замечание по поводу терминологии. Вот, Юрий Петрович постоянно использует такой термин «измеренный оператор». Вообще физики так как-то не говорят. Говорят о наблюдаемой физической. Ну, обычно наблюдаемой соответствует какой-то там упряженный оператору. И когда вы говорите об измерении, наверное, говорят об измерении собственных значений этого оператора. Не просто измеренный оператор. Вы говорите, измеряемый, может быть, измеряемый, наблюдаемый. Может быть, так как-то говорить. Но физики так не говорят. Юрий Петрович, ну, там, вы правы, наверное, да, просто... Простите, а можно я вмешаюсь, Александр Валерьевич? Простите, пожалуйста. Да, 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 ради Бога. Юрий Петрович, ведь если мы рассматриваем квантовую модель измерений, то операторы, наблюдаем, переходят в возмущенные операторы. Да. Как они называются, возмущенные операторы? Не спектр измеренный, а сами операторы как называются? Сами операторы называются наблюдаемыми. А исходные тоже наблюдаемые, хотя они совсем разные. Ну, да, это, конечно, совсем другое. Да, это уже конкретную структуру самой наблюдаемой. Вот чтобы различать, мы и ввели этот термин. А его не используют, потому что, собственно, физики редко работают с моделью, стандартной моделью квантовых измерений. Математики с ней работают часто. И им не нужны. Возможно, неудачное название, но этот оператор отличается от того, что принято называть оператор наблюдаемой величины. Вот только это различие. Ну, я понимаю, просто термин измеренный оператор как-то режет слуг. Это не то, не значит. Не существует устоявшегося термина. Вообще не существует. Вот это, к сожалению. Ну, может быть, это тростепенная вещь, конечно. Просто непривычно немножко. А так понятно. Но если говорить просто наблюдаемое, то тогда оператор наблюдаемый в теории измерений. Ну, хорошо. Можно так, да. Можно так. Спасибо. На самом деле, сама проблема измерения – это нерешенная проблема. До сих пор идут споры, как строят теорию измерений. Поэтому это проблема нерешенная, и тут много вопросов остается. Понятно. Можно разные модели предлагать. Ну, вот Фон Эймоновская модель самая простая, но она, к сожалению, может быть, не совсем отвечает реальности. Ну, потому что повторные измерения никогда не делаются с той же точностью. А по Фон Эймону просто совпадает. Повторные измерения с первоначальными. Такого не бывает. То есть надо, на самом деле, как-то оговаривать. Но я думаю, что в данном случае это не принципиально. Юрий Петрович, наверное, вы правы. Мы, наверное, несколько слов нужно будет посвятить вот этому введенному термину, что он не является общепринятым и устоявшимся, но, тем не менее, это есть конкретные выражения на то, о каком операторе идет речь. Вот, наверное, моя ошибка. Я понял. Я понял. Что я об этом не сказал несколько вводных слов. Вот, вот здесь надо расширить немножко вступление. Немножко сказать о модели Пукурышкина подробнее. Как-то вот так. Модель Холева. Холева, да. Тут много людей работало в этой области. А Фон, ну, не надо еще сказать... Как говорят... Главное, ну, некие вот термины надо просто оговорить, что действительно эти термины непривычны, ну, и объяснить их смысл, может быть, как-то вот так. Согласно схеме, которая предложена вычислителем, это понятно, потому что вы используете теорию возмущения, и у вас, естественно, меняется структура оператора в процессе вычислений. Вот, поэтому это можно понять, почему вы такой термин используете, но он непривычный просто. Вот и все. Ну, хорошо. О литературе еще вы не сказали. Публикации там и прочее. Это обязательно надо. Может быть, даже первым слайдом показать список публикаций. Как-то вот так. Записываю. Это мы возьмем из автореферата и вставим еще. Не доделали. Не доделали. В автореферате все имеется. Ну, хорошо. Спасибо. И актуальность нету, и целей нету, и проработанности нету в этой презентации. Это не окончательная презентация, как Александр Валерьевич сказал в самом начале. И просил относиться снисходительно к этой предварительности. Ну, понятно, да. Можно еще вопросик? Алло. Да-да, конечно. Вопросик. Ну, вот, значит, даже не вопросик, а вот все-таки то, что Юрий Петрович сказал, измерены или измеряемы? Вот вы как-то еще бы разочек это бы обсудили все-таки, поскольку... Измеряемы лучше, конечно. Да. Измеряемы лучше звучит, но ведь это уже итог измерения. Ну, смотрите, в общем, определитесь. Все правильно говорите, но я не знаю, как правильно. Александр Валерьевич тоже не готов утверждать пенную рта. Ну, это просто в целях сокращения проговаривания, потому что строить, что операторы модифицированы в соответствии с теорией измерений, ну, как-то вот долго все это проговаривают. Ну, можно просто один раз в самом начале сказать, что мы будем называть вот... Да-да-да. Вот такое длинное название, вот таким-то термином. И все. Просто обозначение, да? Ну, да. Но, тем не менее, это как-то объявитель. Спасибо. Да. И еще у меня вот вопросик. Я вот слушал и, так сказать, вот, например, там вот про оснащенное пространство, разговор какой-то был про Гильбертова. Вот оснащенное пространство, оно, в общем-то, вот возникает в непрерывном спектре обычной квантовой механики. И есть понятие волнового пакета. И вот уже это оснащенное пространство, так сказать, оно уже действительно, поскольку усреднение произошло по волновому пакету, так сказать, по... фактически либо по импульсу, либо по энергии, то после этого, значит, у нас уже есть квадратично интегрируемые функции. Например, вот нестационарное или временезависщее с потенциалом уравнений Шридингер, оно уже решается в классе вот этих вот самых квадратично интегрируемых функций. Вот, как я понимаю, оснащенное пространство. А вот оснащенное пространство здесь, может, как-то кто-то пояснит все-таки, что под этим оснащением подразумевается. Потому что, скажем, у обычного уравнения Шридингера, в обычной, есть собственные функции. Вот у меня, например, вопрос, а куда же эти собственные функции делись, поскольку после использования вот этих самых вспомогательных функций мы сразу получили алгебраическую задачу. Вот в неправном спектре оснащенное пространство такого вот как бы явления не возникает, поскольку там вот это интегрирование производится либо по импульсу, либо по энергии. А здесь, так сказать, интегрирование производится прям сразу по координатной, по координате. Правильно я понимаю? Поэтому в результате функции, которые у обычного-то, так сказать, уравнения Шридингера, собственные функции, они сразу превратились в алгебраические коэффициенты, в алгебраическую задачу. Поэтому оснащение-то оно чего? Оснащение Гильбертового пространства нам нужно для того, чтобы мы могли доказать сходимость. Потому что наличие счетной системы полунорм позволяет нам в явном виде говорить о том, что да, мы, конечно, решаем задачу не с бесконечным количеством функций, ведь у нас изначально говорится о том, что функции счетное количество. Хорошо, мы остановились там на пяти. А почему не на двадцати пяти? Почему не на ста? Почему не на миллионе? Да, то есть, ну, наверное, да. То есть, доказав сходимость, мы тем самым получаем некую уверенность в том, что мы можем с какой-то степенью точности получать результаты и быть уверенным, что дальнейшие наши шаги не приведут к тому, что эти результаты рассыпятся, развалятся, и мы получим, так сказать, полную ерунду. Наверное, такой будет ответ вот на этот вопрос. Ну, я не знаю, значит, мой вопрос по поводу, что все-таки оснащается, вот пусть Леонид Антонович еще подумает. Сергей Ильич, если позволишь, я скажу следующее. Да, скажи. Мы рассматривали оснащенность Гильбертова пространства в смысле Гельфанда Виленкина. То есть, так как имеется... Я все понимаю, но мой вопрос, а куда же делись обычные функции Psi от X-то собственные? Они пропали, сразу выскочила алгебраическая задача. Кто кого оснастил-то? Есть. Не понятен мой вопрос. Вот в непрерывном спектре, когда по волновым пакетам усредняется, понятно, о каком оснащении идет речь. А вот о каком оснащении здесь идет речь, ну вот, мне, например, непонятно. Может, Юрию Петровичу понятно. Может, он прояснит ситуацию. Вопрос остается. Вы подумайте. На самом деле, правильно Сергей Ильич заметил, потому что оснащение, оно работает, когда действительно используется... Когда есть чего оснастить, скажем так. Ну да. А здесь оснастить нечего. Здесь пространство фрише работает. А здесь оно не работает. У вас же просто хорошие квадратично интегрируемые функции. Ну, я понимаю, но... Зачем оснащать? Вот я и... Потому что я, как говорится, человек, ну, в неком смысле в системе, но человек, который, например, будет читать автореферат. Я не знаю, он уже вышел на автореферат, или чуть не вышел. Да, вышел. Ну, в общем, вот могут быть вопросы у математиков, не у физиков. Вот Юрий Петрович четко добавил к моей мысли. Ну... Простите, а мою мысль послушать не хотите? Нет, я еще раз спрашиваю, что оснащается? Куда функции пропали обычного уравнения Шридингера собственности? Если позволите, да. Имеется общепринятая... Ответ будет длинный. Имеется общепринятая квантовая механика. Рассмотрим оператор Гамильтона. Там есть и вторые производные, и умножение на потенциал. Вторые производные заданы не на всем пространстве Гильберта, а только на его части. Тем не менее, этот оператор является самосопряженным и неограниченным. Как можно задать спектральное разложение? Если мы говорим о спектре, как можно задать спектральное разложение? Строится счетная система полунорм. Она построена и в опубликованных работах, и в диссертации. Это и есть оснащение. Эта счетная система полунорм связана с операторами импульса и операторами кардин. Вот что оснащается. Теперь дальше. Если мы берем наши собственные векторы нашего оператора и рассматриваем их как векторы в этом самом пространстве, исходном пространстве, в том же самом, в котором и общепринятая квантовая механика работала, мы его начинаем рассматривать в базисе штурмовских функций. Поэтому мы получаем набор координат в этом базисе. Он существует, этот вектор. Как его описать? Если решения для общепринятой квантовой механики оператора Гамильтона известны, здесь решений в явном, завершенном виде, замкнутом виде не существует. Как представить это решение в виде разложения по базису штурма? Вот почему алгебраическое представление. Тогда может быть вопрос, а чем это отличается от обычного вариационного принципа РИЦА? По сути, ничем. Ну вот и ответы есть по поводу того, что... Просто операторы другие. Значит, немножко конструктивно отличается. Значит, это оснащение операторов, а не оснащение исходного пространства, которое есть в обычной квантовой механике. Вот это я имею в виду. Ельфанд Виленкин называли это оснащением пространства относительно оператора. О, замечательно. Где-нибудь напишите это. Хорошо, спасибо. По крайней мере... По крайней мере, в докладе. Да, понятно. Спасибо большое. И даже, может быть, где-нибудь, когда там заключение будет, совет. Хорошо. Потому что возникает этот вопрос. Я же не потому, что хочу что-то плохое сказать. Только для этого и выступаем, чтобы эти вопросы услышать. Но раз услышали... Да, и вот, Юрий Петрович, на самом деле, меня в этом вопросе, если я правильно понимаю, поддержал. Ну да, здесь очень тонкий такой вопрос. Тонкий, тонкий. Я поэтому говорю, ребята, потому что иначе, ну, можно нарваться на какой-нибудь дополнительный вопрос. Спасибо. Ну, сказать надо, конечно. Юрий Григорьевич хочет спросить. Да, да, спасибо. Я хотел задать вопрос вот какой. Правильно я понимаю, что вот переход в общенную формулировку квантовой механики, которую вот, Юрий Петрович, предлагает, по сути, делает эквивалентен переходу от изолированной, открытой системы квантовой. То есть та, которая включает в себя как связанную систему и измеряемый объект и сам детектор квантовой. Это так? Да, это так. Тогда возникает следующий вопрос. Значит, фактически вот то, что вы говорили, мне очень близкие понятны, поскольку в термодинамике известно, что нет системы как-то изолированной, как-то не бывает, и они все в окружении каком-то. А дальше, как разрушается, и даже можно доказать в определенных приближениях, конечно, что если система окружения очень далеко, то фруктуации, так сказать, переменных физических наблюдаемых объектов становится очень малым. Вот в вашем случае, Тот график, который вы показывали, указывает на то, что с ростом числа степеней свободы, так можно сказать, детектора, мы переходим, возвращаемся от обобщенной квантовой механики к обычной. То есть устраняем вот эту дисперсию, возвращаемся к тому, что обычно принято называть постулатом Фан-Ноймана, о том, что одна квантовая переменная может быть точной измеренной, если объект находится в собственном состоянии. Вот мне вопрос хотелось, очень интересно было бы этот вопрос сказать, прояснить, потому что в свое время я изучаю работы Вигнера, там Аракия, Наза, встретился с тем, что они просто дали конкретную численную оценку вот этой дисперсии и показали, что в пределе, когда число степеней свободы стремится бесконечности, правда, на очень простой системе, спиновой, вот у вас это более сложная система, вот там пространство размерности, оно конечное, вот, но может быть, все-таки как-то вот, можно вот в таком более-менее общем виде, не переходя к конкретике, так сказать, конкретно, то есть функции оператора, просто показать, что вот в пределе инстермерности бесконечности, действительно, так сказать, вот эти все новации, которые несут с собой обобщение, они устраняются, так сказать, нужно решать это сложное уравнение для дисперсии и так далее. Вот, собственно, мой вопрос. Простите, пожалуйста, можно я Юрию Григорьевичу отвечу на этот вопрос? Он не вошел в диссертацию Александра Валерьевича, поэтому, чтобы не смущать вот этим испорченным диалогом, я скажу следующее. В диссертации этот вопрос, который вы задаете, не исследовался. Здесь предельный переход был от известного смешанного состояния к приближениям к этому смешанному состоянию при разложении его по одномерным проекторам, связанным с базисами штурмовскими функциями. То есть это приближение одного, не бесконечно большого, другими не бесконечно большими. Это немножко другое. Это чтобы не было вот путаниц и той. Теперь, что касается действительно бесконечно большого окружения. Этот вопрос исследовали еще Курышкин и его ученик Запорованный. И они пришли к выводу, что в таком случае вот эти самые альфа и бета, которые ввел в начале Курышкин, а сейчас использовал их для аналитических вычислений Александр Валерьевич, вот эти альфа и бета при этом стремятся к дельта-функциям. Не к нулю, а к дельта-функциям. Там не совсем так, как традиционно понималось у классиков, о которых вы говорите. Теперь я вроде все ответил, что знаю. Понятно, спасибо. Ну, я бы добавил, действительно, мы не делали численных оценок. Наверное, это интересная тема. Как бы вот посмотреть, а что же действительно получается с точки зрения дисперсии. Уменьшается она, растет с ростом там или там с уменьшением каких-то параметров. Ну, у нас есть достаточно большая программа дальнейших исследований, потому что, как и положено, наверное, в хороших работах вопросов возникло больше, чем ответов на дальнейшие вещи. И я сейчас не буду их озвучивать, чтобы, может быть, не провоцировать какое-то дальнейшее обсуждение. Лишних вопросов. Спасибо. Тогда просто разрешите считать это как пожелание на дальнейшую работу, как это и принято в такого рода, так сказать, докладах и отзывах на них. Это было крайне интересно. Просто асимптотика всегда дает большой интерес. Ее, может быть, можно провести, минует такие чрезвычайно сложные вычисления, решения неременных уравнений. Я внимательно читал главу восьмую результацию, и как просто там немножко этот вопрос затрагивается. Так что желательно было в дальнейшем, конечно, видеть какие-то конструктивные ответы. Спасибо вам за внимание. И будем в дальнейшем к вам обращаться, Юрий Григорьевич. С удовольствием. Потому что опыт термодинамики, так сказать, уже накоплен определенный. Это, так сказать, опыт. Поэтому, конечно, система гораздо проще, они классические, там, что-то здесь не так сложно обстоит, как вот в вашем случае для плантовых объектов. Но, так сказать, общие идеи могут быть все-таки восприняты. Все, спасибо за внимание. Леня, можно-то еще вопросик? Конечно. Ну вот, опять-таки, вот предыдущий вопрос был по поводу открытой системы. Если система открытая, значит, собственные значения должны быть комплексные. Правильно я понимаю? Ширина должна быть. Вот если позволите, я тоже перебью Александра Валерьевича не потому, что он не знает, это потому, что я знаю тебя лучше и отвечу так, чтобы ты понял, а не чтобы ответ был правильный. Ну, давай, давай. Да. Да, конечно, собственные значения должны быть комплексными. Раз. Вы вычисляете вещественную часть. Правильно я понимаю? Нет, позволишь, я все-таки отвечу на твой вопрос, а потом уже ты будешь делать замечание. С другой стороны, ты знаешь, что есть такое направление и бывают чисто вещественные собственные значения у неэрмитовых операторов. Правда? Такое встречается. Так называемые ПТ-симметричные гамильтанианы. Ну, встречается, правда? Нет, ну я вот тебе математический термин сказал. Да, замечательно. Я его не знаю и не запомню, прости меня. Так вот, мы бились над этим вопросом много-много лет. И у нас всегда получались вещественные собственные значения. И у матриц мы одно время думали, что это связано с методом Ритца. Он убивает комплекс назначенность. Именно так мы думали. Но в конце концов докопались, что и у операторов тоже оказываются вещественными. И операторы самосопряженными оказываются. Как ни странно, в этой конструкции. Вероятно, это не точно, но вероятно, это связано с тем, что в этой конструкции она, собственно, совпадает с конструкцией Кулеву и с конструкциями операционального подхода к квантовым измерениям вот этих самых Людвига, потом как же его Дэвиса и того. Они идут еще от Брагинского и других вот в этом круге. Так вот, оказывается, что эти возмущения дельта операторов, они компактные относительно исходного оператора и потенциал равен нулю на бесконечности. Мы дали такое внутреннее название компактный по релиху возмущение. И вот для них такое возмущение самосопряженного исходного оператора снова остается самосопряженным. А что же с комплексными значениями? Так вот, во втором номере нашего журнала Руденовского выходит статья Александра Валерьевича и нашего товарища Малых Михаила Дмитриевича о том, что если решать задачу на собственное значение квадратичного пучка, который очень естественно возникает в связи с дисперсией квадратичных отклонений, то оказывается у этой задачи уже комплексное значение. Одно из них физичное, связанное с открытой пассивной средой поглощения, других мы не исследовали. То есть одно решение физичное, комплексно-значное и все как есть. Но только если мы поднимаемся до квадратичных пучков. Я частично ответил на твой вопрос? Ну частично да, но в общем можно... А полного у нас не получилось ответа. Да, вот можно открыть эту самую книжку Ландао, Лившц, третий том, и открыть параграф Штарк-эффект. И дальше, значит, есть формулы по Штарк-эффекту, которые вычисляют по теории возмущения вещественную часть собственных значений. Там есть задачка, которая объясняет, что на самом деле в настоящем Штарк-эффекте есть мнимая добавка, и что уровень имеет ширину. Ну кроме основного состояния. Основной состоянии, конечно, оно не имеет ширины. А вот все, что больше n больше равно, вернее, n больше 1, начиная с двойки, оно имеет ширину. Но все обычные теории возмущения, как правило, к ширину вообще говорят всякие вот эти слова про самоспоряженности, там и как только штурмовские функции используются. На самом деле они и в книжке Ландао используются, только они не называются штурмовскими. Но дело в том, что само фактическое использование вот этих штурмовских функций, просто в книжке Ландао, там где атом водорода, термин не используется, он в замаскированном виде так сделан. Получается действительно вещественное собственное значение. Но как только ты суешь нос в задачку, которая в штарк-эффекте в книжке Ландао, ты сразу видишь, что есть туннелирование через барьеры, будет ширина. И то, что появляется дипольный член, R косинус тета. Это и есть как раз тот самый дипольный момент, это и есть как раз тот самый штарк-эффект. Вот. Вопрос нами недоисследован. Нет, это просто как последующий. Ну то есть вот вы сделали, грубо говоря, то, что называется обычная теория возмущения. А это уже, грубо говоря, следующий, как говорится, исследование. Может быть там ученики какие-то это изучать. И тогда вот это, так сказать, ну... Спасибо. Понятие открытой системы приобретет уже свое завершение. То есть это сложная вещь. Очень сложная. Да, да, да. Ну все, я завершил свои дополнения. Все, спасибо. Это тебе спасибо. Дмитрий Сергеевич, банкует. Ну, я вижу, что дискуссия завершена. Ну и, наверное, есть смысл завершить работу нашего семинара. Большое спасибо всем. Спасибо. До свидания. Спасибо за замечание. Спасибо. Счастливо. Спасибо. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...